всем привет вы на канале наша жизнь в америке не life it's my life сегодня у нас будет небольшая распаковочка вот такой вот модный красивый подарок у кого-то был день рождения и кто-то получил подарок что за подарок сейчас конечно вы узнаете в общем маленькое предисловие кто следит за каналом и смотрел серии про спорт и про гаджеты тот уже видел как я рассказывал про один умный браслет и было это давным-давно еще тогда когда не было ни карантина не коронавируса никакой фигни вот месяца наверное где-то два или три назад вот вкратце что было появилась значит возможность сделать предзаказ на браслет на этот даже он теперь тоже наверное не браслет не фитнес трекер а больше смарт-часы вот появилась эта возможность я сразу сделал предзаказ и должен был получить его где-то по моему 16 марта но в связи с тем что началась эпидемия коронавируса все поставки все посылки все притормозилось и в общем я его удачно получил буквально за пару дней до своего дня рождения и поэтому он пришел ко мне вот в таком красивом такой красивой упаковочке в общем то получилось как бы мог быть подарок раньше но случился прямо день рождения что само по себе тоже приятно вот ну что давайте его распечатаем я немножко про него расскажу покажу мы посмотрим что это за зверь а потом на в этом же плейлисте вы сможете кому интересна эта тема будет вы сможете следить я буду рассказывать о том как он работает что он делает и показывать скрины приложения с которым он работает то есть вся эта информация которую он снимает вам будет доступна и как я уже говорил в том ролике в первом что самое важное что он делает это он считает съеденные калории которые поступают в того человека который его носит потому что предыдущий вернее и предыдущие серии тоже это делали но все фитнес-трекеры смарт-браслеты всякие эти часы занимаются тем что считают только потраченные калории а этот браслет еще считает и съеденные вот в такой коробочке он лежит давайте посмотрим сразу скажу чем он отличается по упаковке от предыдущего браслета там коробка была может быть не такая помпезная вот как это черная такая красивая вся с белым с серебристым черным матом и черным блеском как это сказать с черным глянцем вот там картонную коробку не помню она была по моему достаточно простая белая но зато сам браслет лежал в очень помпезной такой пластиковой коробке на подставке на специальной в общем выглядел прямо как какой-то экспонат ну в торговом каком-то павильоне скажем так очень интересно здесь очень классная коробка так ну в общем здесь краткие характеристики его вы можете видеть то чем я рассказывал чем он занимается то есть одену очки чтобы не было лучше так значит он показывает нам баланс энергии он нам показывает сожженные калории он работает с нашим сердцем он контролирует наш сон считает шаги в общем практически все те типы все те действия и все те функции которые делают обычные смарт браслеты а вот с этой стороны интересные иконки уже начинаются значит здесь он автоматически считает калории которые мы потребляем он меряет уровень нашего стресса о чем я вам тоже рассказывал вы можете посмотреть в предыдущем видео ну и в последующих тоже это будем поднимать эту тему и он контролирует потребление нашей воды то есть в отличии от например apple watch которые мне сейчас антошка принесет вернет пожалуйста спасибо так там есть приложение скажем так на верху на зарядке куда можно вносить ту воду которую вы употребляете и в зависимости от типа воды например то есть непосредственно вода кофе напитки газированные минералка молоко какао алкоголь пиво все это можно вносить и в результате за день за неделю и за многие месяцы и годы вы можете получать свой баланс вот этот же браслет поступление воды в организм будет мерить также автоматически как и сожжение потребляемые калории вот ну что давайте полезем в коробку так но еще я гляну что тут у нас на коробке написано это же все таки интересно так значит сзади на коробке написано что он работает по bluetooth технологии с apple и с android всякими гаджетами так что включает включает собственно hill key go b3 браслет usb зарядный кабель и и зарядку и короче инструкцию пользователя так открываем и доставаем люблю распаковывать всякие гаджеты так что за белая бумажка на которой просто отпечатан но это просто просто какое-то шило по моему в общем это записка по инсталляции то есть по активированию ее установки и прочие дела в общем вы понимаете если вы имеете старое приложение пожалуйста обновите его как связаться адрес и даже телефон ну в общем эта бумажка мне совсем не нравится потому что я надеюсь там есть еще одна инструкция которая будет более серьезная но для такого серьезного браслета это мне кажется не серьезно и в общем с прошлым браслетом шла очень красивая и хорошая инструкция ну будем смотреть дальше лежит он просто в коробке как я и подозревал и о чем я вам говорил что тот браслет хранился в специальной такой она была вот такого размера где-то пластиковая колба он стоял на подставке было все очень помпезно так ну давайте посмотрим собственно браслет давайте полезем дальше посмотрим что у нас здесь здесь у нас дырочка так ну здесь у нас вот такой вот зарядный кабель usb и здесь какой-то вот такой вот коннектор не такой как в прошлом браслете не подойдет и да есть нормальная инструкция не знаю к чему была та бумажка но в общем есть вот такая вот книжечка путеводитель как что с ним делать если кто-то не знаком не пользовался в общем полное описание на многих языках английский интересно кстати будет ли русский потому что я вам рассказывал мне то он как бы не принципиален но я вам рассказывал что эта разработка совместная это американ я даже не знаю как правильно сказать русско-американская или американско-русское производство но тем не менее первый браслет представляли путину и я думал что это чисто российская разработка а уже позже я узнал что это задействованы здесь и американские скажем так компании корни вот ну есть на русском языке есть qr-коды по которым можно скачать приложение appstore google play и даже какой-то не знаю это китайский какой-то или что без понятия так еще есть значит инструкция будет на японском языке ну и и наверное все на трех языках прикольно в общем инструкция есть есть еще гарантийный полис почему то он вот на таком интересном языке не знаю это китайский или какой другой это очень интересно ну и да в общем то собирается он конечно тоже в китае написано поддержка на английском на китайском телефоны и все остальное на английском языке ничего не понятно короче он имеет один год гарантии так что интересно что гарантия написано по-английски а все остальное на китайском и еще одна какая-то брошюрка с его названием экран и контроль так то же самое английский язык русский язык но я могу прочитать быстренько что написано на русском оглавление устройство компоненты жесты основные сценарии взаимодействия включение браслета домашний экран экран измерения режим не беспокоить просмотр уведомления очистка уведомлений режим только часы написаны сертификаты нарисовано короче как с ним взаимодействовать какие жесты какие наверное кнопочки там вот и да еще описание экранов есть ну в общем наверное я не знаю повторяется брошюрка та же что и было так ну и давайте уже перейдем собственно к браслету кстати вот этот вот цвет это их как бы можно сказать такой фирменный цвет отчасти потому что приложение сделано в такой цветовой гамме юсб провод зарядный для прошлого браслета тоже был вот такой вот интересный фиолетовый то есть если где-то в куче проводов он был то его легко можно было найти он не путался ни с ни с какими другими но тем не менее там обычно был провод юсб на микро юсб так ну хотел без очков но не получится так что у нас здесь аксессуарий мануалы сайт а внутри даже еще что-то установит в google 3 приложение предлагают установить и здесь написано а это вытянуть понятно мы его вытянули уже внутри там ничего нет сама подставочка такая со вспененного какого-то вспененная резина наклеенная бумага ну что изымаем опа вот такая получилась у нас осталась упаковка ну такой браслет увесистый зайка дай мне тоже часики подай пожалуйста нет 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 вот эти опа ну apple watch будут полегче но он такой увесистый наверное пришло время показать старый вот так вот выглядела предыдущая версия это был этого кнопочки кстати нет это был go b2 значит прорезиненно пластмассовый вот такой ремешок экрана у него не было как вы видите у него я сейчас включу покажу как он выводил свои данные здесь же мы имеем жидкокристаллический экран пленочка защитная и значит что мы имеем с обратной стороны давайте откроем ремешок кстати резиновый мягкий ну не знаю какой мне больше нравится может быть даже старый он такой более жесткий что ли ну мягкий тоже хорошо он достаточно толстый и в общем то по толщине ну можно сказать что он похож на предыдущий если поставить его рядом с apple watch он конечно гораздо толще ну смотрится на руке достаточно аккуратно и будет смотреться аккуратно на женской руке у меня хоть рука и не очень большая ну в общем вот так вот он стоит на руке так немножко толстый немножко наверное толще не намного толще дай к нам толще еще раз часики пожалуйста сравним сейчас со второй серией apple watch так да можно было бы конечно заморочиться штангенциркулем померить или в описании посмотреть ну в общем он где-то вот на эту серенькую прослойку выше выше чем apple watch но тем не менее не смотрится очень громоздким так значит какое у него самое главное отличие ну это то что у этого не было экрана у этого есть у третьего и как он будет снимать данные с руки предыдущий браслет снимал данные вот через эту позолоченную пластину сейчас этот браслет будет снимать данные посредством датчиков таких же как установлены на apple watch или других каких-то скажем андроид часах типа самсунга там или других каких-то китайских браслетах я надеюсь что это будет лучше потому что одна из проблем вот этого браслета второй серии заключалась в том что вот эта вот пластина она во первых окислялась во вторых она не очень хорошо взаимодействовала с кожей в чем была проблема вы видите она здесь немножко окислена для того чтобы он корректно работал его надо было повесить одеть на руку плотно застегнуть то есть он не должен был вот как например apple watch они могут болтаться на руке и даже если мы их сильно ослабим и они будут гулять у нас туда-сюда они все равно хорошо работают и снимают все данные этот же браслет должен был одет быть очень плотно и из-за того что он постоянно был прижат плотно к руке а если вы хотите снимать данные круглосуточно и это надо для нормальной его работы то есть он носился круглосуточно и снимался только на зарядку на несколько часов в общем реакция шла между пластиной хоть она и позолоченная и кожей и в один прекрасный момент у меня появилось раздражение не уникальный я был в этом случае это раздражение появлялось и у других людей это можно увидеть на их сайте но в общем про него я расскажу чуть позже возможно если у вас будут какие-то вопросы или интересы или чтобы не затягивать эту распаковку а уже буду наверное носить этот и сравнивать два и потихоньку рассказывать в общем это было очень неудобно это я надеюсь будет гораздо лучше вот а экран у него был такой скажем как в электронных часиках вы видите здесь вот такая миленькая носичка есть такие мелкие бороздки и в общем этот экран он как бы как насверленная пластина что ли и через нее синенькие светодиодики выводили всю информацию то есть он например нас приехал сейчас я включу только не знаю этот рабочий или нет если этот не включится мы включим другой да этот не включается антоша дай пожалуйста второй антош у меня прямо сегодня супер ассистент так а да у него кстати была вот такая зарядка у второго у второй серии он к ней магнитился вот этими контактиками он полностью влагозащищен магнитился и вот сюда вставлялась зарядочка и он заряжался для чего я кстати рассказываю про него так достаточно подробно потому что ну во первых им я пользовался а у этого только распаковка про него буду рассказывать в процессе уже так сказать использования вот что хочу отметить про этот браслет конечно в принципе его можно использовать он классный и сегодня он стоит порядка 110 долларов этот я покупал по моему за 170 цена получается разница где-то 50-60 ну я такими цифрами оперирую не очень точными скажем так чисто для того чтобы рассказать как интересно зарядка будем сейчас смотреть вот то есть он немножко дешевле но если вы хотите купить себе игрушку а я его называю игрушкой потому что ну на самом деле без этой игрушки можно жить но с ней интереснее и веселее заниматься спортом и получать про себя какую-то информацию вот так вот если вы хотите купить такую игрушку конечно лучше купить третью серию потому что она однозначно будет лучше чем вторая но и вторую условно говоря за сотку можно взять поиграться вот я думаю что ее немножко прокачали за год полтора как я уже им не пользуюсь и к чему это все вел к тому что ну он просто выглядит как браслет то есть вы не будете выглядеть интересно скажем так с двумя часами да но тем не менее конечно если уже покупать то лучше купить мне кажется немножко дороже и получать больше удовольствия эстетического и какого-то скажем так по работе более он будет актуальна эта версия я думаю он лучше будет работать намного благодаря вот этому датчику вот но тем не менее значит он имел одну вот такую кнопочку этот я вижу совсем без кнопочек просто экраном будет работать и давайте попробуем его включить значит зажимаем кнопочку видите он показал что он включился и сразу пишет синхронизация и начинает искать телефон с которым он сопрягается по блютузу сейчас он ничего не сможет найти потому что я давно его не подключал к тому телефону и я ему не дам к нему подключиться потому что потому что мне это не надо потом может быть для того чтобы показать как он больше работает как у него все здесь выглядело я возможно включу соединю его с другом соединю с другим телефоном но достаточно интересно было когда он здесь писал hello и потом в общем то вот такими точечками появляется вся информация он выводит сюда время он выводит сюда все данные там калории шаги и бла-бла-бла и прочие дела и всякую информацию что вам надо попить воды и прочее интересное ну в общем собственно с этим закончим если будет интерес могу рассказать поподробнее у него еще был вот такой модный значок которого я у этого не вижу потому что застежка изменилась здесь стало просто как часы а была вот такая интересная мы просовывали его и защелкивали на кнопочку мне она очень нравилась это очень удобно не знаю вот эта вот собачка она во первых пластмасса или железная какой-то такой здесь либо литье какой-то либо пластмасс не очень она мне нравится вот это мне нравилось все таки этот ремешок мне нравился больше тем более что у него такая вот кнопочка эта фирменная модненькая так ну и у этого была зарядка у этого зарядки нету я вижу тут вот какая-то крышечка открывается видимо через эту крышечку открыв ее открыв эту крышечку мы сможем заряжать собственно вот этим коннектором я думаю что он магнитный скорее всего и не будет иметь нет он будет иметь потому что есть пазик сейчас я попытаюсь посмотреть есть вот такой вот здесь наверное здесь хребетик а здесь будет пазик чтобы заряжаться сейчас попробуем сконнектить его ну вообще неудобно честно скажу вообще неудобно эта крышечка мешает не магнитится быстро так как например вот в старом ты берешь просто раз и все и он лег крышечку и лежит крышечка мне это нравилось а вот это вот мне вообще не нравится ну никак не нравится я не чувствую чтобы он магнитился и соединялся да это удар под дых всей системе называется попробуй поставь меня на зарядку сейчас мы посмотрим как его поставить на зарядку включение браслета гнездо зарядки с контактами и тише тише написал бай бай вот так вот он и попрощался с нами потому что не нашел телефона попытался его искать и когда он не находил телефон он говорил бай бай и все я отключался дисплей бла 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 титановые контакты вот так вот То есть, он будет снимать с нас вот этими титановыми датчиками. Потом есть у него вот здесь оптический датчик, достаточно сложный. И так, крепление ремешка. Но ремешок нас не интересует. Хотя интересно, если он будет какой-нибудь взаимозаменяемый. По размеру, может быть, для него что-то найдется. То можно его на что-то поменять. Но, с другой стороны, он нормальный, черный. Типа серые дырочки, вот под серую эту отделочку. Можно юзать. И, кстати, вот здесь вот на этой собачке продавлено хелби. Было бы здорово, если бы было продавлено здесь, но не продавили. Нажмите слева. Так. Ну, в общем, написано просто гнездо зарядки с контактами. Сейчас посмотрю, как заряжать. Может быть, что-нибудь видно. Просмотр уведомлений. Режим только часы. Это здесь нету. А здесь... Так, 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 так. USB кабель, инструкция. Очень хорошо. Перед началом работы с браслетом. Доключение. Подключите кабель питания ГОБИ-3. Аккуратно отогните заглушку. На тыльной стороне не ставьте кабель до упора. Расположите его таким образом, чтобы логотип на кабеле был направлен в сторону датчиков. Вот так. То есть, все-таки что-то где-то обозначено. Так, снимем вот этот хомутик, который тоже подписан. Так, чтобы он нам не мешал. Провод плоский для того, чтобы не сматывался. Отодвинем его. Так, чтобы логотип... У него здесь есть логотип. Смотрел на датчики. Окей. Давайте попробуем, чтобы он смотрел на датчики. Ну, в общем, как я вам сказал, это вообще неудобно. Ага. Все, понял. Он не магнитный. Поэтому мне было неудобно. Я ждал, пока он вмагнитится в датчики эти. А он не вмагничивался. Его надо... Оп. Силой вставить. Ну, вообще неудобно. За это сразу минус одна звезда. А то и больше. Потому что... Я не знаю, достаточно ли вам видно. Вот эта крышечка, которая закрывает датчики. Открыть ее легко. Но она не уходит. И это не входит в свободное. Я должен, с одной стороны, держать крышечку. С другой стороны, давить на браслет. Ну, вот второй раз получилось гораздо быстрее. Это, конечно, возможно, придет с опытом. Но это нифига неудобно, когда... Короче, неудобно. Неудобно. Но, тем не менее, работает. Ну, что, может, попробуем его подключить к какому-нибудь... Антоша, подкинь мне, пожалуйста, быть другом. Powerbank. Наверное, нет? У тебя под рукой есть? Отлично. Powerbank есть. Стой, держи его. Вот так. Мне провод не нужен. Сейчас, возможно, случится какое-нибудь чудо. Мы его положим вот так. Так. И попробуем соединить с Powerbank. У меня прям, правда, Powerbank показывает один зарядик все равно. Ой, ой, начало работать. Так, включился. И пишет зарядка. Так, и что у нас в зарядке? О, у нас в зарядке аж один процент. Экран горит вот таким вот черно-белым, скажем. Показывает один процент. И я пытаюсь на него так взаимодействовать с ним. Он не загорается, ярче не становится. Давайте снимем пленочку с него. Вау. Это вообще классно. Ну, я думаю, что, наверное, пока он не зарядится. Вот так вот, чарджинг один процент. Мы не сможем с ним повзаимодействовать. В общем, наверное, тогда все остальное о нем я буду рассказывать в следующей серии. Задавайте вопросы, кому что интересно, кто не видел прошлую серию. Если вам что-то было непонятно, можете переспросить. Значит, вот ремешок у него снимается, я думаю, нажатием на эту блестящую пупырышку. И можно его будет заменить на какой-то другой. Ну, смысла не вижу. Для бассейна он подойдет. Такой пластиковый резиновый. Не будет мокнуть, это удобно. Потому что, когда плаваешь, то, в общем-то, намокнет. И вот, когда и полвочи носят на кожаных ремешках, это неинтересно, мне кажется. Для бассейна переодевать постоянно. У нас уже 2% начинает реагировать. Нажимаешь, он такой становится яркий. Но, в общем, у него, не помню, как правильно этот экран называется, который вот так работает. Но это не важно. Так, попробуем на руку одеть. О, на 3% он начал с нами пытаться разговаривать, но темненько, неприятно, не видно. Так, оденем его на руку. Да, все-таки вот, когда Apple вот такой вот магнитный ремешок раз и хорошо, то с этим надо учиться привыкнуть к нему. Вспомнить, как это было в молодости. Вау! Вот так он написал байк. Я не успел вам показать, потому что села батарейка. Надо сначала зарядить. Пришел незаряженный. Ну, вот сейчас я его одел на руку. Так, достаточно неплотно. Конечно, это будет хорошо, если его не надо будет очень плотно носить. То есть, вот такой вот гаджет. Я думал, что он будет торчать больше, потому что я перед этим смотрел видео, там, когда его представляли на выставке. Он, конечно, был более громоздкий. Так я могу сказать, что, в общем-то, я доволен. Достаточно аккуратно смотрится. Вот, если одеть этот. Опа. То он будет все-таки более громоздкий, потому что, конечно, площадь экрана, ну, блин, процентов, наверное, на 35 стало меньше. Так, вот этот одевался мне нравится. Раз. Застегнул его. Засунул. И хорошо. Ну. Мне он нравился. Не такой уж он и громоздкий был. Ну, я говорю, у него был большой, было несколько недостатков. Почему у меня их два? Потому что я менял его первый раз. Я написал, что у меня есть проблемы. Я написал, какие. Мне предложили его отправить. Или, вернее, мне прислали новые, а старые предложили следом отправить. Я его отправил. Потом опять возникла проблема. И вот уже на второй раз, или на третий раз, я точно не помню, уже они сказали, типа, мы пришлем вам новый. Вот. И старый остался у меня. И, в общем, с одним беда такая, что он не включается, не заряжается. Это вот этот вот, который я вам пытался показывать. А этот вполне функционирует. И, в общем, он не может быть. Носить я его перестал из-за того, что лето было жаркое. Носить надо было плотно. И, в общем, появлялось вот это вот раздражение на коже. И я уже к тому моменту с ним наигрался. Я получил ту информацию, которую он должен был давать. Достаточно информации собрал. То есть, сделал из нее какие-то выводы. И уже решил, буду ждать третьего, чтобы играться по-новому. И вот буду сейчас играться с третьим. Ну, вот такой вот маленький обзор. Сейчас я его поставлю на зарядку. Начну с ним работать. Возможно, в приложении вы уже увидели, или сейчас увидите картинку самого приложения. Вернее, в видео вы увидели приложение, картинку. И я говорю, попозже я начну с ним взаимодействовать. Получать информацию. И вам буду ее сбрасывать, рассказывать, как он все это считает и показывает. А ваше дело только смотреть. И критиковать. И задавать вопросы. Интересоваться. В общем, ориентировочно сегодня вторая серия стоит 110. Этот стоит 170. Ссылочка будет в описании, если вы захотите зайти на сайт. Почитать более подробную техническую информацию. И бла-бла-бла. И все такое прочее. Не забывайте подписаться на канал. Поставить лайк. Чтобы многие люди смогли это увидеть в видео. Напишите свои комментарии. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию о том, как все-таки эта игрушка работает. И увидимся в интернете снова. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok